Это поселок Приуральский. Улица Жемчужная. Вот такие у нас дороги. Куда смотрит управляющая компания? Непонятно. У нас здесь вообще ужасно. Вот это вот нижья на письмо. Там еще дальше глубже. Там вообще засада. Вот как-то так выражается сейчас настроение всех жителей Магнитогорска. И не только Магнитогорска, но и всей области, не побоюсь этих масштабов. В эфире мартовское Магнитогорское времечко, друзья. Это прямой эфир. Добрый вечер. Вот яркий пример, как можно делать наши серые будни чуть ярче. В том числе, благодаря вам, уважаемые друзья, что вы присылаете такое видео. А мы их немножко так и показываем вам. То, что сейчас мы вам показали, это только небольшой процент тех видеороликов, видеокадров, которые вы нам присылаете. Мы всегда с удовольствием смотрим то, что вы нам шлете. И по возможности стараемся показывать, когда соответствует это качеству, по параметрам нашим. Весенняя распутница. В самом разгаре наступила жизнь. Сейчас дословно раскрашенная во все оттенки серого. И это так характеризовали южноуральские погоды. Это реалии екатеринбургские наши коллеги, журналисты. Жить, ходить и ездить по мартовскому городу становится не просто неприятно, но опасно и очень дорого. Снег, который активно, не слишком активно вывозился с наших магнитогорских улиц, тает и сам бесплатно. Правда, на этом экономия заканчивается. Теперь появившаяся грязь и снежная жижа бьет по карману пешеходов и автолюбителей. Рассказывайте и вы, какие потери вы несете, что у вас интересного, страшного, неприятного, а может быть, особенно приятного случилось вот в такую непогоду. Может быть, вас облили, может быть, вы ремонтируете обувь или автомобиль. Вообще же мы краски сгущать не намерены. Вот, в общем, пример было, в начале программы. Предлагаем вам взглянуть на последствия многоснежной зимы с оптимизмом в такую серую, но вот опять положительный момент. Погода серая, но хорошо, что безветренная. Как вы справляетесь, друзья, с весенней распутицей? Может быть, у вас есть какие-то яркие увлечения, может быть, много ярких моментов, удовольствия доставлять вам общение с друзьями, семьей, близкими. Может, вы планируете отпуск в теплых странах или, ну вот как я, например, болеете за наших хоккеистов и получаете от этого эстетические удовольствия и яркие моменты. Как вы справляетесь с весенней распутицей? Друзья, 24 55 11. Звоните, поговорим. Да, а пока посмотрим сюжет Лены Тимофеевой о мартовских буднях простых магнитогорцев. О том, насколько многоводной будет весна 2016 года, горожане всю зиму только представляли. И вот ожидания их оправдались. Уже на выходе из подъезда редкого магнитогорца не встречает глубокая лужа или вязкое снежное болото. Молодая мама Валерия с самого утра на ногах. Вытащить коляску с трехмесячным малышом на улицу, говорит, не самое сложное в ее жизни. Самое сложное – катить детский транспорт по таким вот дорогам. Ужасно, конечно. Ну и вот машины еще вот стоят. По бордерам не проедешь, нигде не проедешь. Дворник Анна Викторовна помогает жильцам 14-го дома по улице Труда как может. Всю зиму старательно убирала снег. Наконец-то управляющая компания над ней сжалилась. Пообещали прислать трактор. Мы вручную это все убираем. Да, потому что с нее невозможно же справиться. Ну, нынче вот видите, первый раз за свою жизнь что-то работала вот такая потоп. Для горожан, уставших искать сухие пешеходные дорожки, продавцы обуви предлагают простое решение. На уличных прилавках, в первых рядах, самый ходовой товар весны – резиновые сапоги. Молодежь цветные любит. Женщины постарше такие вот, попроще. Продавец Ольга подтверждает – торговля идет бойко. Вчера продали 32 пары. Лилия только что пополнила статистику Ольги по продажам. И несказанно рада – теперь можно не надевать поверх носков полиэтиленовые пакеты. До дома свои резиновые сапоги Лилия решила не нести. Переобувается прямо на месте. Ходить невозможно, потому что вода кругом. Снег тает, все проваливается. Теперь я везде ходу. Быть пешеходом в такую грязь не сладко. Впрочем, автомобилисты просят им не завидовать. На подобных дорогах даже внедорожники не чувствуют себя уверенными на все сто. Николай по долгу службы весь день колесит по кварталам. Говорит, если его мусоровоз застрянет, вытащить можно будет только трактором. Ездить невозможно. Ну, вон, сейчас поеду. Будет валиться. И чисто здесь вообще. В 35-ке что-то. На автомобильных мойках, в отличие от городских дворов, тепло и чисто. А еще спокойно. В журнале записи клиентов пустых клеток больше, чем исписанных. Машинки есть, но, конечно, не то количество, какое бы мы хотели видеть у себя. Сейчас мы мыем наружки, технологички. Люди не хотят пачкать одежду в грязную машину. Но мы ждем сезона. Наплыва клиентов на автомойках по традиции ожидают после того, как растает и уплывет весь снег. Как скоро это случится, подскажет только погода, но иных вариантов, чем потерпеть. И пережить это весеннее многоводие, наверное, уже не существует. Вот бы лодки надувные выдавали. Вот это желание иметь собственную надувную лодку испытывают не только магнитогорцы. Посмотрите прямо сейчас, что творится в Каменск-Уральском. Это небольшой город под Екатеринбургом. Там поводок наступил еще неожиданнее, чем у нас. Вот так, таким образом там передвигаются. А точнее, скорее всего, я думаю, там не передвигаются, все-таки стоят. Автолюбители, боюсь, и у нас в скором времени найдутся такие участки. Пресечение 50-летия магнитки улицы и Советской славятся всегда такими подтоплениями. Но сегодня мы интересуемся вашими мартовскими историями, связанными с бездорожьей и весенней распутицей. Надежда Николаевна до нас дозвонилась. Здравствуйте. 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 Слушаем вас. Что вас порадовало этой весной? Вы знаете, я хочу сказать... Валентина Семеновна, ждите, ждите, ждите. Большое спасибо нашей управляющей компании ТЖХ города Магнитогорс, ТЗУ номер 28. Я живу в доме на Завинягине, 16, с 91-го года. Представляете, нынешней весной, впервые за все это время, около нашего дома с северной стороны нет колдобин, по которым ранее билетам любители свои машины. А в связи с чем? Они почистили, да? Да, да, наше управление, ЖИУ-28, можно сказать, своевременно. Пригнали технику, почистили, и снег на проезжей части у нас во дворе растаял, можно сказать. Какой редкий звонок, да? Да, ну, редкий. В общем, Надежда Николаевна тоже сказала, что поначалу она отнеслась со скепсисом, когда трактор на северной стороне ее дома начал пахать лед, ну, это же вот распакивают, и в результате он тает быстрее. Все правильно сделали, молодцы. Да, у нас Валентина Семеновна есть. Валентина Семеновна, здравствуйте. Теперь ваша очередь. Рассказывайте, какие у вас истории интересные есть. Валентина Семеновна. Я хочу рассказать про свой поселок. Начинается весна, и мы все боимся на улице, что будет повтор 2013 года. Нас опять будет топить. Значит, с улицы Вайнера, я знаю, да? Под Жамбула у вас с горы течет вода. С горы Сродникова вода вся по нашей улице бежит. С горбольницы воду качали. В 2013-м через Вайнера вся на нашу улицу пошла. И у людей стояла вода в доме. Вот вы рассказывали про своих соседей, да, Валентина Семеновна, что с 2013 года люди потеряли, ну, не только мебель, выкинули все, но и буквально и полы, там и стены. Все уже пришло в негодность. Все пришло в негодность. И он, бедный, так переживал. Мужчина 51 год. И вот сейчас, да, вот. Валентина Семеновна, самое интересное, что я спросила Валентина Семеновна, чем вы, как вы скрашиваете свою жизнь? Понимаете, такие серые будни, у вас каждый день проходит напряжение. А Валентина Семеновна сказала, что никак, она дома сидит. Из-за такой многоснежной весны она получила травму. Поэтому вот даже и обрадовать себя сейчас нечем. Вот в таком страхе живут поселковцы из Дзержинки. Такая ситуация. И не первый год. И не первый год, да. А сейчас давайте вернемся к еще одному адресу, о котором мы говорили аж в феврале. Совершенно запутанная история. На пустом месте появившаяся. Разбиралась Надя Наексова. Давайте посмотрим. После того, как телевидение было, неделя была работа не бурная. Разве машины пригнали, рабочие были, но на неделю. Эффект от нашего февральского сюжета оказался недолгосрочным. Жителям в народе так называемого польского городка буквально пустили пыль в глаза, создав видимость бурной деятельности на этом строительном объекте. Это сегодняшние кадры. А это тот же Котлован, но снятый два месяца назад. Разницы никакой. Улицу Уральскую на участке от улицы Шишка до улицы Рылеева перекопали еще в ноябре. С тех пор жители с десяток домов вынуждены колесить по кварталам в поисках путей объезда. Дорога должна работать, а она закрыта. И приходится круги нарезать. Час, пик. Тут и на комбинат, северный переход, конечно. И нам выехать невозможно. Стоят перекресток за грудками. Скорую помощь как-то приходилось, заблудилась здесь, не могла найти, подъехать. На этом объекте ни одна машина там уже в этой канале побывала. Вытаскивали, и краны вытаскивали, и эвакуаторами пытались. Работы на этом объекте ведут не городские коммунальные службы. Прокладывать инженерные сети в ноябре прошлого года здесь начинала частная компания «МАКС-стройкомплект». В телефонном разговоре представитель этой организации пояснил, что они лишь подрядчики. Получили заказ на подключение строящихся домов жилого комплекса «Тургеневский» к городскому тепловому узлу. Но сделать это до конца они не смогли по одной единственной причине. Им не заплатили. Уже 1 апреля ГИБДД сможет оштрафовать нового подрядчика за не просто незаконное перекрытие дороги, но и за повреждение дорожного полотна на 300 тысяч рублей. На данный момент нам не поступало заявлений о продлении сроков прекращения движения. С 1 апреля постановление о прекращении движения теряет свою силу. Соответственно, данные действия, ровно как и без действия, могут расцениваться как повреждение дорог, дорожных конструкций, а также создание помех движения и транспортных средств. Однако в городской администрации, но уже в управлении экологического контроля, нас уверили, что компания-застройщик жилого комплекса Тургеневский имеет право вот так раскопать улицу Уральскую. Есть ордер на проведение земельных работ, и согласно ему сроки не нарушены. Дату, когда улицу Уральской вернут первозданный вид, нам озвучили в офисе застройщика. У нас разрешение на эти работы до 13 июня. Но понятно, что они вот сейчас уже в ближайшее время все это закончат. Нужно понимать, когда застройщик вновь начнет работы по укладке теплосетей, то ему придется перекрыть улицу Николая Шишко. Ведь именно под проезжей частью и расположен тепловой узел, к которому должны ввести эти трубы. Вот удивительная ситуация, на самом деле, доходящая до беспредела. Эта долгая история, по сути, сводится к одному. Если с документацией у строительной компании все в порядке, то проводить вот эти работы по прокладке сетей она может бесконечно, сколь угодно долго. Как мы поняли, да? С ноября, когда первые разрывы появились в асфальте в земле, до июня. И минуя штрафы, минуя санкции, если продлеваешь бумажку, все у тебя будет хорошо. Мы, в свою очередь, понимаем, что работа – это не быстро, и что быстро такие дела не делаются. Но пережить эту ситуацию жителям, местным людям, было бы намного легче, если бы работы велись, если бы простоя не было. Вот в чем ситуация. Думается мне, что рядом живущие люди сейчас гораздо сильнее ждут окончания постройки этих четырех домов, чем сами дольщики. Мы вернемся к этой теме обязательно, когда работы вновь начнутся, когда придет времечко реконструировать дороги. И первый звонок у нас есть. Оксана, здравствуйте. Здравствуйте. У нас сегодня тема «Весенняя распутница», как вы с ней справляетесь. Что у вас интересного по этому поводу? Ну, справляемся путем автомобиля. Бережем время, бережем обувь. Ну и, конечно, бывает так, что и подвозить коллег приходится, потому что действительно очень сложная ситуация сейчас в кварталах. Ну вот, единственный минус, конечно, ощущение, что со снегом сошел асфальт. То есть, Оксана, так-то вы по одному бы адресу ехали, но коллег с собой захватываете, приходится много дорог преодолевать. Какая дорога самая неприятная? Ой, не знаю, я даже вот выделить не могу неприятную. Вот, знаете, все неприятные. Да, вот особенно, знаете, очень много, ну, более-менее Карла Маркса, еще более-менее Суворова очень сложная, очень сложная Ленина, потому что особенно перекресток советской армии Ленина, тут просто ямы, и мне, конечно, безумно, я сама-то любитель, и мне безумно жалко водителей, которые действительно портят свои машины. Ну, машины жалко. Оксана, вы мне рассказали, о чем вы думаете в самые сложные моменты, в самые сложные моменты раздражения. Вспоминаете об августе, да, что у вас в августе? Да, да, вот в такие дни, как сегодня, допустим, пасмурные, да, нерадостные, можно сказать, безрадостные, ну, поднимаем себе настроение, забираемся всей семьей, планируем отдых, отдых планируем, и патриоты все-таки России, планируем отдых, да, мы за границей были ранее, но в этом году мы планируем поехать в Сочи, в Кисловодк, ну, конечно, выбрали уже отель, вот, занимаемся, как говорится. Да, такой мечтой Оксана и ее семья действительно согревают себя и делают настроение своей семье лучше. Да, некоторые так и живут, от отдыха до отдыха, получается. Лариса до нас дозвонилась, здравствуйте. 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 Лариса, спасибо, что дождались выхода в прямой эфир, расскажите, что у вас этой весной происходит? У нас течет потолка, по стене, течет водичка, ну, вот сейчас пока погода нормальная, вроде капелек нету. У вас рассказали Бориса Ручьева, 12 адрес, и кто к вам приходил, смотрели, что делали? Ну, так, к нам приходили с ЖРУ, 3 техник приходила, составила акт, дефектную ведомость, но что будет дальше, мы не знаем, потому что, ну, вот так погода, если будет такая, снег, дождь, это будет течь у нас постоянно. Ну, вот вы мне сказали за эфиром, что у вас, ну, какое-то времечко очень длительное, да, около 10 лет таких проблем не было, потому что как ремонт был. У нас лет 10 назад была протечка такая, потом все сделали, было все нормально, а вот в этом году, причем течет не только в нашей квартире, текут две трехкомнатные квартиры на площадке, у них там вообще блюд и вода. Да, снег-то растает, дождь-то никто не отменял, сейчас и снег-то как дождь. Лариса, ну, я хочу спросить у вас все-таки, несмотря на капель в вашем доме на улице с озвученным названием Бориса Ручьева, оптимизм какой-то есть у вас, чем вы, может быть, чему вы радуетесь в эти дни? В эти дни? Ну, главное, чтобы все здоровые были. Вы такая молодец, Лариса, вы такая молодец. Это правильно, чего мы вам от всей души желаем, конечно же. Да. Наш телефон 24 55 11, звоните, друзья, и рассказывайте, как вы делаете свою жизнь ярче на фоне непроходимых весенних дорог и пасмурного настроения у нас реклама. Магнитогорское время, в прямом эфире. Валерий, как вы скрашиваете или стараетесь скрашивать мартовские дни, северные будни, как справляетесь со всепроникающей грязью? Валерий, думаю, сейчас добавит нам яркости в эфир. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Рассказывайте, что у вас весной это и происходит. В поселке Западный, вы сказали, живете. Да, вот поселок Западный, значит, вдоль Западного СССР, с правой стороны по движению на Запад, организовали, ну, свалку, мусора. Да, или это впервые? Это, понимаете, сначала было постоянно, это в далеке. Но сейчас снега было очень много. И практически завалили все поле. Моторобное поле. Это интересно, надо проехать посмотреть. Город освободили, но там создали определенную проблему, да. Спасибо вам за звонок. Проедем, посмотрим, интересно даже посмотреть, что сейчас получилось там. Сергей у меня на связи. Сергей, здравствуйте. 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 Мне интересно с вами пообщаться. Вы профессиональный водитель, дальнобойщик. За рулем проводите колоссальное количество времени. Что вы скажете про весеннюю распутницу, про Магадагурские дороги? Что можно сказать про наши дороги? Упущенное время, не положили вовремя асфальт, положили его в холодное время суток. Нарушение технологий. Не вовремя убранный снег с обочины. Чуть-чуть подтаял, вода зашла в трещины. Вечером морозит, прихватывает, рвет асфальт. Вот и... То есть вы нашли причину массового схода асфальта вместе со снегом, да? В общем-то да. Что я делаю в распутницу? Я стараюсь в лужах очень медленно ехать, потому что в глубоких лужах не видно больших дыр в асфальте. Можно разбить подвеску, диски. Ну, действительно так. Ну, плюс пешеходы, если вдруг попадутся, ну, не дай бог, неудобно будет, неприятно, если я болею. Да. Ну, Сергей, что хочется сказать? Вам бы, конечно, асфальт класть. По-хорошему, раз вы столько знаете об этом. Ну, и понятно, что человек с таким опытом, с таким наезженным километражом, наверное, впустую не скажет. Спасибо вам большое, Сергей, за этот звонок. Ну, а вот мы, друзья, жалуемся на магнитогорскую весну, а ведь на просторах нашей родины есть места, где сейчас совсем не сладко. Мэрия Якутска сегодня обратилась к жителям с просьбой не выходить из дома, закрыть форточки, окна, двери, отключить газ, электричество, убрать с балконов хозяйственное имущество в дом, а все потому, что у них сегодня шквальный ветер, доходящий до 17 метров в секунду, ночью температура минус 22, днем минус 4, и вот после этой информации даже жаловаться как-то неловко, Андрей. Да ладно, они привыкли там. Да не говори. Своя рубаха ближе к телу, конечно, поэтому продолжим показывать наше видео. Ирина Анатольевна, проживающая в доме номер 40 по улице Ушакова из окна дома сняла проезд в квартале, жалуясь на то, что ни разу за зиму не чистили этот участок, именно поэтому сейчас там снеговая жижа не дает выйти из подъезда и проехать без потерь. Ситуация осложняется узостью проезда, ну в Ленинском районе это проблема во многих кварталах. Да, ну вот на этом видео, пожалуй, мы закончим. Разговоры весенние распутятся и немного поднимем вам настроение нашими призами. У нас есть билеты, такие вот на посещение любого киносеанса в джаз-моле, джаз-синема. Мы отдадим их... Надежде Николаевне я предлагаю отдать. Ты Надежде Николаевне? Ну хорошо, как скажешь. Надежде Николаевне отдадим. А календарь все-таки давай Оксане отдадим. Она коллег же подвозит. Я не против. Это доброе дело. Вы приходите завтра, мы будем рады с вами познакомиться по адресу Ленина, 124-1. Да, напоследок важная информация, которую нас попросили озвучить в Пенсионном фонде. Семьи, которые еще не заявили о своем желании получить единовременную выплату из средств материнского капитала, но хотят это сделать и могут они это сделать только завтра. Друзья, 31 марта заканчивается срок. Нужно обратиться в территориальный отдел Пенсионного фонда по месту жительства или в многофункциональный центр. На этом прощаемся. Сохраняйте позитивный настрой, несмотря ни на какую погоду. Хотя сапоги резиновые нам с вами все-таки пригодятся. До встречи. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин